Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. В Белграде прошли первые финальные бои чемпионата мира по боксу. В весовой категории до 54 килограмм Казахстан представлял Махмуд Сабархан. В решающем поединке за золото он уступил японцу Томой Цубоя единогласным решением судей. Ранее на ринг вышел Тимиртаз Жусупов, который добыл для сборной первую медаль высшей пробы в поединке с тайландцем Вутти Чаем Юрачаем. Сложность была в том, что больше психологическое напряжение, финальный бой чемпионата мира. Соберник один из таких, можно сказать, неудобных соперников, очень быстрый, неудобный, корявый соперник. Но по ходу боя тренера подсказали, как с ним работать, и по ходу боя уже нашел к нему ключ. Казахстанский бокс всегда был на высоком уровне, ну где-то не везло. Но на этом чемпионате мира все отмечают, что казахстанская дружина одна из сильнейших на этом чемпионате мира. Что и доказывают эти бои, и финальные бои, и количество участников в финале. Сегодня на турнире в сербской столице пройдут финальные бои еще в шести весовых категориях. В двух из них представлены казахстанцы Серик Тимиржанов и Сакен Бибусынов. Санитарные паспорта во Франции будут действовать до 31 июля следующего года. Такое решение после многочисленных споров вынесла Национальная ассамблея страны. Новый закон о санитарной бдительности не только определил срок применения аналога нашего Ашаха, но и ужесточил наказание за его подделку. Подробности у нашего корреспондента. Закон о санитарной бдительности – это самая обсуждаемая тема во Франции на протяжении двух последних недель. Проект его неоднократно обсуждался и отклонялся то в Сенате, то в Национальной ассамблее. Уже через неделю по действующему положению страна должна была выйти из режима ЧАЭС и отменить все ограничения. Но санитарная ситуация ухудшается с каждым днём. Поэтому после долгих дебатов санитарные паспорта оставили до середины лета. Правда, решение такое устроило не всех. Оппозиция планирует опротестовать закон в Конституционном совете. В этом контексте мы вновь заявляем о нашем решительном несогласии с увековечиванием этого чрезвычайного положения. Мы месяцами предупреждали о реальных рисках сохранения такого способа управления. Давайте вспомним, уважаемые коллеги, что после терактов 2015 года чрезвычайное положение в плане безопасности длилось 24 месяца и закончилось здесь у вас 1 ноября 2017 года. Есть повод для сильного беспокойства. Приближается зима, впереди рождественские праздники, возможность появления новых штаммов, необходимость получения третьей дозы. Всё это обязывает нас сегодня быть бдительными и сохранять инструменты, которые нам позволяют ограничить распространение вируса. Санитарные паспорта могут быть отменены решением правительства в любой момент, если ситуация с заболеваемостью будет под контролем. Правда, никаких чётких индикаторов в законе нет. Зато есть усиленная почти в два раза ответственность за подделку документа. Фальсификаторам доказательств вакцинации грозит до пяти лет лишения свободы и 75 тысяч евро штрафа. Также закон впервые позволяет директорам школ узнавать прививочный статус учеников. Пока не ясно, нужна ли будет третья, так называемая, бустерная доза вакцины для того, чтобы сохранить свой прививочный статус. Этой зимой во Франции ждут пятую волну эпидемии. Последние несколько недель в стране отмечен рост заболеваемости. За сутки здесь было выявлено около 10 тысяч новых заражений. Альяса Здыкова, Руслан Умержан, Хабар, 24, Париж, Франция. Между тем, в Казахстане выявили свыше 1300 случаев заражения коронавирусом. Алматы и Североказахстанская область – лидеры по суточному приросту. Лечение в стационарах сейчас получают почти 7,5 тысяч ковидных больных. Число получивших первую дозу вакцины превысило 8 миллионов 390 тысяч. Полностью привились 7 миллионов 651 тысяча казахстанцев. Предельную цену на куриное мясо установят в Кустанайской области. Зафиксировать его стоимость планируют на 890 тенге за килограмм. Документ находится на утверждении и вступит в силу ближе к концу года. Немногим ранее из-за скачка цен в области обозначили границы при продаже овощей, сахара и подсолнечного масла. В общей сложности сдерживание цен на социально значимые товары обойдется местному бюджету почти в 5 миллиардов тенге. В стабилизационном фонде запасают 13 видов продуктов. Для формирования регионального стабилизационного фонда было выделено 4 миллиарда 800 миллионов тенге. Первый транш в сумме 1 миллиард тенге, он поступил в октябре. Мы планируем более 4 тысяч тонн продукции закупить. Второй транш мы ожидаем в ноябре месяца. После поступления денежных средств также планируем произвести государственные закупки. Объем продукции более 6,5 тысяч тонн. В три раза больше проектов профинансировали по программе «Дорожная карта бизнеса» в Павлодарской области. В этом году на льготное аккредитование МСБ выделили свыше 7,5 миллиардов тенге. Реализуются свыше 1300 проектов. Часть из них ориентирована на производство строительных материалов. В регионе уже начали выпускать быстро возводимые термопанели и сухие строительные смеси. Эта ниша, к слову, долго пустовала на местном рынке. И вот теперь отечественные товары постепенно заменяют импорт. Например, в этом цехе намерены производить до 360 тысяч мешков сухих смесей в год. Необходимые сертификаты соответствия предприятие уже получило. Мы стартовали с четырех продуктов. Это кафельный клей, черновая, два в одном и цементно-песчаная штукатурка. Наша продукция сразу с выхода на рынок очень заинтересовала потребителей за счет того, что доступная цена. И качество не хуже аналогов, более дороже, которые идут. До 6% годовых дается возможность предпринимателю получить льготный кредит. В текущем году у нас порядка 600 человек получили финансовую поддержку по данному инструменту. Выделено порядка более 3 миллиардов пенгенового управления по данному инструменту. Алматинские общественники просят местной власти внести в список исторических памятников дом, в котором в начале прошлого века жил видный казахский государственный деятель и автор первой конституции казахов Барлыбек Сыртанов. Однако в Акимате утверждают, что здание было построено спустя 19 лет после его смерти, ссылаясь якобы на техпаспорт. Но у историков свои свидетельства, доказывающие обратное. Гафу Уали выслушал обе стороны. В этом доме номер 5, что по улице Жубаныша Барибаева, жил автор первой конституции казахов Барлыбек Сыртанов. Правда, называлась она «Уставом казахского народа». Здесь он провел 14 лет своей жизни с 1894 по 1908 годы. Он занимал руководящие должности в аппарате военного губернатора ЖИТСУ. И теперь общественность Алматы просит местной власти включить это здание в список исторически значимых объектов. В своем дневнике сын Барлыбека Абдекадыр писал, «Мой отец проживал по адресам юных коммунаров 11 и Барибаева 5. Я родился в этом доме в 1897 году. Это лишний раз подтверждает, что Барлыбек Сыртанов проживал в этом доме». Однако в Управлении культуры Алматы подняли архивные документы, свидетельствующие о том, что этот дом был построен в 1933 году, а Барлыбек Сыртанов умер в 2014. То есть по техпаспорту получается, что дом был сдан спустя 19 лет после его смерти. «Хотелось бы сказать, что этот вопрос был поднят в социальных сетях. Конечно, официальное поступление было. Мы выезжали на место, выясняли, архивные материалы поднимались». Но факт и вещь упрямая. Историк Ельдос Тухтарбай ссылается на данные, согласно которым в 1894 году военный генерал-губернатор Житцузской области Михаил Ионов пригласил Сыртанова из Ташкента и передал ему этот дом. В те времена технических паспортов жилищ просто не существовало в природе. Это царский период. Поэтому документ на здание был выписан уже в советское время, в 1930-х годах, утверждает историк. «Поэтому нужно полагаться на исторические факты и признать истину. Этот дом должен стать музеем, который в будущем будет олицетворять движение алашевцев в истории Алматы, популяризировать его среди молодёжи. Я уверен, если мы разрушим этот дом, уничтожим его своими руками, мы нанесём большой урон нашей истории». Сейчас этот дом принадлежит трём собственникам. «Если в будущем по генеральному плану города будет изменён архитектурный облик района, то дом, в котором жил Сыртанов, снесут. Избежать такой участи можно только в том случае, если его внесут в список охраняемых государством исторических памятников». Гафу Али, Радик Джакупов, Алматы, Хабар-24. А вот в Уральске планируют открыть дом-музей Косыма Манжолова. Поэт жил здесь в начале 30-х годов. Его стихи впервые вышли в свет на страницах газеты именно в этом городе. Выдающийся литератор написал о Приуралье. Немало произведений. Сегодня его имя носит одна из центральных улиц города. «Здесь на окраине зелёной наш домик мне ли позабыть, как был я юным и влюблённым, как я любил в степи бродить». Вполне возможно, что эти стихи Косыма Манжолов писал в стенах вот этого дома по улице Карева. Небольшой старый дом сейчас принадлежит Раузе Имановой. Женщина готова передать его властям, но переезжать предложенную замен квартиру в многоэтажном доме не хочет. Его стихи, конечно, слышала. Мой муж всё время читал, пел даже его песни. Когда они мне предложили насчёт того, что хотят музей сделать, я им сразу сказала, я не против, я наоборот рада. Но чтобы мне точно такой же дом дали. Ну не точно, но просто частный дом в этом же районе. Переговоры по обмену ещё не завершены. Дому 120 лет, чтобы открыть здесь музей, нужен капитальный ремонт, отмечает руководитель управления культуры. Сейчас пока идут сборы материалов. К нам приезжала группа учёных из Караганды. Они готовы предоставить нам материалы для экспозиции. Также материалы о Касыме Аманжолове есть у нашего союза писателей в областном музее. Между тем, претендовать на звание музея Аманжолова должно совсем другое здание, считает поэт Амангель Душахин. В этом особняке 19 века в 30-е годы располагалась редакция газеты, где работал Касым Аманжолов. По приезду в Уральск Касым Аманжолов устроился работать газету «Екпендахурлос». Мы выяснили, что здесь же, в этом доме, он снимал комнату. Вместе с ним работал и какое-то время жил его друг, поэт Абдулла Жумагалиев. Считаю, что музей нужно открывать именно здесь. В этом году страна отмечает 110 лет со дня рождения Касыма Аманжолова. Остались замечательные стихи, песни, переводы русских классиков. Поэта вспоминает как пламенного патриота, искреннего и талантливого человека. Причастностью к судьбе поэта гордится и город его молодости. Потокос Базарбаева, Балатшир Лгасов, Эльдар Аюпов, Уральск, Хабар, 24. Изобразить независимость Казахстана на полотнах, а потом спеть об этом. Необычный конкурс прошел среди жителей Восточно-Казахстанской области. В течение трех месяцев конкурсанты должны были написать три картины о родном крае. По мотивам этих полотен воспевали акыны-импровизаторы. Мероприятие, которое проходило в селе Аксуат Тарбгатайского района, выявило лучших. Гульнар Бекбердинова – конкурсантка из Усть-Каменогорска. В своих работах женщина решила изобразить местность Ели-Кесазы, где было найдено золото древнего Казахстана. Образа поднатюрского кагана художница написала со своего брата в «Золотой диадеме» находки археологов. По положению нужно было три работы. Очень такой короткий срок был дан. Но мы старались показать, так как мы здесь сами родились, живем, поэтому мы так или иначе знаем историю своего края. Мейер Жетписов приехал из села Акжар. Он запечатлел красоты Тарбгатайских гор. Молодой человек таким образом хочет привлечь внимание людей к неизведанным местам Казахстана. Как говорил Ханыш Садпаев, кто не умеет гордиться черным камнем своей земли, тот не сможет восхвалять золотой камень чужой. Поэтому мне захотелось вознести природу родного края. На конкурс представили 35 картин. Пейзажи, сакральные места, коллажи с известными личностями, все работы, пропитанные любовью к своей стране. В финале конкурса в дело вступили айтыскеры. Это уникальный проект, который помогает олицетворить истинный облик казахского народа. Каждая работа стоит отдельного внимания. Приятно понимать, что духовное возрождение в годы независимости страны обретает новую силу. Обычно многие труды наших мастеров остаются незамеченными, поэтому это мероприятие было нацелено на то, чтобы объединить творческие работы художников и поэтов. Такого раньше не было. Сами видите, как это подняло настроение нашим жителям. Надеюсь, что такие состязания будут проходить постоянно. Победу разделили несколько участников. Организаторы решили так придать стимул для творческого полета талантливых земляков. Асим Утешева, Берег Жобалайлы, Хабар 24, Восточно-Казахстанская область. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи вам. Хорошего дня. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин